Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в минувший понедельник было на удивление коротким. Но, собственно, удивляться тут нечему, потому что напрямую обсуждать последние события в Республике, наверное, руководству было не с руки, а в остальном поговорить особенно было не о чем. Республика Башкортостан в минувший понедельник. Двинулась в мертвой точке, и вот тут теперь Хабиров вновь поручил своему правительству вцепиться в эту идею и начать строить кампус для студентов. Далее Радифаритович внезапно заявил, что выходные стали днями башкирского спорта. В зале немножко напряглись, думали, что это какая-то сложная шутка, потому что все прекрасно знали, что за неделю пришлось в Башкирии в минувшее время, в минувшую неделю. И, в общем-то, не башкирским спортом она была окрашена, но Хабиров заявил противоположное. После его заявления, видимо, следуя четкой режиссуре, оперативное совещание на некоторое время превратилось в филиал советского спорта, где блистал Руслан Хабибов, который превратился в спортивного комментатора, перечисляющего все существующие и несуществующие успехи башкирского спорта, включая неимоверные достижения баскетбольного клуба «Уфимец», о котором, пожалуй, большинство жителей республики услышало впервые. В общем и целом это, конечно, было очень смешно и напоминало какую-то жалкую попытку подменить реальные события вымышленными. Так уж получилось, что жанр комментирования оперативок теперь очень в моде в Башкирии и в Уфе. Кто только этим не занимается, все издания считают своим долгом откомментировать и разобрать оперативное совещание правительства. И в этом случае, на этой неделе, я категорически не согласен с теми провластными и властными СМИ, которые заявили, что Хабиров ни словом не упомянул о митинге в поддержку Навального, который прошел в Уфе. На самом-то деле, практически половину оперативки Хабиров говорил именно о митинге в поддержку Навального, просто он говорил на древнегреческом варианте из опового языка. Все, что практически Хабиров говорил о недостатках взаимодействия с населением, об этой общественной палате и прочее, все это было именно комментариями к митингу в поддержку Навального. Впрочем, вернемся к спортивным успехам. С каким-то неимоверным наслаждением, я бы сказал, животным удовольствием, выслушав о победах башкирского спорта, Хабиров с грустью подытожил, что, цитирую, «наши спортсмены делают больше, чем мы». Видимо, поняв, что немножко перебрали с этими рапортами о неимоверных достижениях башкирского спорта, Хабиров понял, что сами-то они выглядят достаточно бледно на фоне летающих лыжников и прочих стреляющих на снегу спортсменов. Далее перешли действительно к вопросам, таким косвенно связанным с митингом. В частности, Хабиров сказал, что он прямо перед митингом встретился с общественной палатой, и это было очень полезное дело, как он сказал. «Последний год мы перестали с людьми встречаться», — заявил Хабиров. «Они еще больше раздражаются, и наша постоянная нервозность привела к очень взбудораженному населению». Вот так вот космоязычный Радио Фаритович живописал внутриполитическую обстановку в республике Башкортостан, наивно полагая, что только то, что он прервал контакты с населением, вызвало вот эту вот нервозность, как он выразился. Хабиров поручил Мурзагулову и Кельсинбаеву переработать общественные советы в районах республики. Главам районов Хабиров поручил срочно начать встречаться с людьми, как он выразился, по списку. Я не знаю, о чем идет речь. По списку главы должны встречаться или люди должны быть по списку. Ну вот все должно быть там по списку. И все это должно привести по замыслу руководителя республики к тому, что люди будут меньше к нам под окна приходить, как он сказал. Судя по всему, вот этот визит 7-8 тысяч граждан республики Башкортостан вполне себе впечатлил Радио Фаритовича. Я имею в виду визит под его окна к Белому дому. И он как-то вот не очень доволен остался этими событиями субботы. И как он подытожил вообще всю вот эту свою тираду и вступление, Хабиров планирует плавно переходить к общению и контактам с людьми. Вот эта фраза, конечно, особенно меня зацепила в том смысле, что хочется задать вопрос, Радио Фаритович, а последние два года вы избегали контактов с людьми, да? И общение, и прочее, и прочее. Вся вот эта ваша Прочаковская и остальные танцы с бубнами, это было что вообще? Это было не общение с людьми, да? Ну, возможно, я чрезмерно иронизирую на этот счет, но действительно выглядит это все как признание абсолютного провала внутриполитической деятельности всей администрации самого Хабирова, как признание того, что то, как было все это организовано, это никак не сработало, и так далее, и так далее. Ведь анализируя причины событий, которые произошли в минувшую субботу, причины масштабности вот этого выступления, мы попадаем в очень понятную и простую вилку. Либо в Башкортостане очень сильны пронавальновские настроения и очень сильное влияние Навального, либо дела в Башкортостане идут так плохо, что никакой Навальный не смог вызвать такого недовольства, как сама власть вызвала вот этот вот приход 7-8 тысяч человек к ним под окна. И тот, и другой вариант совершенно не устраивает Хабирова. И вот здесь вот он изобрел причину, что, оказывается, это он перестал общаться с людьми, и там главы районов перестали общаться с людьми, и потому люди пришли под окна Белого дома. Ну, наивная, конечно, позиция, больше всего похожая на упрятывание головы в песок, но, тем не менее, какая есть, такая есть. Традиционно на оперативном совещании было предоставлено слово орденоносному министру здравоохранения с обзором ситуации по ковиду, однако в этот раз Максим Васильевич нам не сообщил вообще ничего нового. Примечательно было только то, как Хабиров вмешался в этот доклад и спросил о количестве пациентов в вновь построенном, спешно построенном и оборудованном по последнему слову технике госпиталю в Стерльтомаке. Забирин сказал, что в этом госпитале в данный момент находится 72 пациента. Ну, Хабиров совершенно закономерно возмутился и спросил, а почему госпиталь, рассчитанный на 300-400 коек, специализированный, построенный спешным порядком, именно под ковидные проблемы, ну, загружен там, условно говоря, меньше, чем на треть. Забирин чего-то там начал мычать на тему, что вот-вот мы скоро там кого-то куда-то переведем и прочее, прочее. Впрочем, об этом он говорил уже не первый раз. Люди, знающие и понимающие структуру финансирования здравоохранения в республике и в России, говорят о том, что, вероятнее всего, Забирину очень невыгодно сокращать количество ковидных учреждений, что идет пропорциональное финансирование и из федерального бюджета, и из республиканского бюджета, имеется в виду, что это финансирование, безусловно, связано с количеством этих учреждений, потому торопиться сокращать ковидные учреждения нет никакого смысла, и дозагружать вот эти специализированные, спешно построенные модульные госпитали, он, в общем-то, и не торопится. Докладывая о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС, Вице-премьер правительства и министр ЖКХ господин Беляев отдельно остановился на своей замечательной акции «Внимание, снег», основной задачей которой было, конечно же, препятствование массовым мероприятиям в поддержку господина Навального. Беляев сообщил, что в этом мероприятии у него поучаствовало аж 46 тысяч человек. Ну, я уже писал в интернете о том, что Беляев оказался самым смелым чиновником, который испугался не Навального, а снега. В общем, было очень смешно. При этом господин Беляев сообщил еще нам и о проблематике отопления. Вот здесь вот нужно остановиться поподробнее. Кроме всего прочего, господин Беляев сообщил нам о том, что за декабрь 2020 года, вероятнее всего, перерасчет произойдет в январе 2021 года. Но Беляев не уточнил в отношении, кого будут производиться эти перерасчеты. Уточнение сделал наш новый мэр, господин Греков. Сергей Николаевич Греков в этот раз на удивление вышел в эфир, не был обеззвучен, обездвижен и прочее, прочее. Никаких поражений в правах у него в этот раз на оперативном совещании не было. Он нам сообщил, что главы районов города Уфы успешно провели встречи с населением, и там был полный аншлаг. Но речь шла, естественно, об отоплении. Самое главное, что МУПУИС согласился пересчитать плату за отопление и вернуть деньги где-нибудь в феврале. Вот здесь, конечно, нужно было бы уже, видимо, начинать кричать «Ура, ура!» и подбрасывать в воздух чепчики, однако я бы не стал торопиться. По отношению к БАШРТС, МУПУИС – это ничтожная часть рынка отопления города Уфы. Это раз. А самое главное, МУПУИС находится в предбанкротном состоянии. И все, что светит людям, которые переплатили или у которых потребовали переплатить за отопление, это попасть, видимо, в очередь кредиторов банкротного предприятия с весьма туманной перспективой через несколько лет, может быть, вернуть свою пару тысяч рублей. Это первое. Второе. МУПУИС согласился пересчитывать возврат денег только для тех, кто дисциплинированный их заплатил. В общем, прямо скажем, назвать особым достижением в решении проблемы переплат за отопление, вот эту вот историю с МУПУИС точно нельзя. Хотя бы потому, что коснется это абсолютно ничтожного количества людей, плюс к этому шансы у них реально получить обратно свои деньги или хотя бы получить перерасчет практически сведены к нулю. Третью неделю подряд мы не видим на оперативном совещании Алана Викторовича Морзаева. Лично я начинаю беспокоиться, а многие горячие головы уже предложили объявить его в федеральный розыск. Ну, не думаю, что все так обстоит плохо, однако действительно отпуск господина Морзаева, прямо скажем, нетипично длинный. То ли что-то происходит, то ли что-то произошло. Не знаю. Вместо него опять выступал Виктор Михайлович Жульков, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, и сообщил нам печальную статистику аварийности и смертности на дорогах. ДТП в общей сложности произошло в этом году уже 185, 230 человек пострадало, и 31 человек в общей сложности погиб. Только за прошедшую неделю погибло 10 человек. Это существенно больше того норматива, который установлен Радиом Хабировым, и речь идет о планке в 400 погибших за год. Напомню, что в прошлом году министерство не смогло справиться с этим нормативом и не справляется сейчас. Математика нам говорит о том, что если все пойдет так же, тем же темпом, что и сейчас, то в общей сложности в 2021 году на дорогах Башкортостана погибнет 470-480 человек. Далее заговорили о ситуации на потребительских рынках. Честно говоря, выступление господина Гусева было абсолютно статистическим и не информативным. Воспроизводить его нет никакого смысла. Единственное, от себя добавлю про ситуацию на потребительских рынках Башкирии, то, что из федерального бюджета накануне у нас пришли деньги на поддержание, удержание цены на хлеб. Честно говоря, вот эта новость меня лично так это очень так встряхнула, потому что если уж у нас требуются федеральные средства для того, чтобы сдержать цены на хлеб в республике Башкортостан, причем там 60 миллионов рублей пришло, то значит что-то вообще нехорошее творится в этой области. Еще отмечу один момент. Слушая и выслушав господина Гусева, Хабиров заговорил о проблеме детского питания, там кому-то напомнил, что в какой-то школе кто-то чего-то не ест, и каша опять не отлипает от тарелок. Но на самом деле Радий Фаридович вовсе не о детках беспокоился, а просто умеет читать газеты. Накануне вышла новость о том, что генеральный прокурор Российской Федерации господин Краснов распорядился проверить во всех регионах и во всех региональных отделениях своего ведомства проверить деятельность по питанию в школах детей. То есть Радий Фаридович просто подстилал соломку, очень грозно смотрел на Гусева, пометуя о том, что главную нашу контору, которую быстро создали для централизованного производства школьного питания, возглавляет ставник именно Алексея Николаевича Гусева. И не дай бог там чего может произойти. Вообще сфера школьного питания была первой сферой, которую подмяли под себя вот эти красногорские варяги, придя в Башкирию, которые так очень-очень бесцеремонно отобрали это все у тех, кто занимался здесь раньше этим. Качество питания, прямо скажем, существенно упало в тот момент, когда вот это все перешло в руки вот этой гусевской компании. В общем, теперь Хабиров, видимо, небезосновательно беспокоится о результатах проверок прокуратуры. Завершая оперативку, Хабиров подтвердил, что 28 января он планирует обратиться к госсобранию с посланием. Напоминаю, что в прошлом году у него так и не получилось этого сделать, там по ряду причин, которые не до конца понятны, но в его устах звучит так, что он не хотел обращаться к экрану телевизора, не хотел записывать это на камеру и так далее, и так далее. Ему нужно живое присутствие слушателей. Да, действительно, конечно, обращение к госсобранию через камеру, это не так ритуально, не так помпезно, не так по-имперски, а тут, значит, вот трибуна, люди, вытянув шеи, слушают и так далее. Ну, посмотрим. У меня только один вопрос. Во-первых, что будет говорить Хабиров, но это мы услышим в этом собрании. Насколько это будет, ну, по делу, а не про там патриотизм, любовь и там и прочие колоски. И второе, у нас в этом году будет два послания или прошлый год мы просто потеряли? Лайки, комментарии, донаты, все это существенно помогает нашему каналу и помогает вам видеть его чаще и лучше. Не забывайте нажимать на пальчик вверх, это совершенно бесплатно и мгновенно. Те, кто считают возможным и нужным, помогают каналу, и мы всем очень благодарны. И не забывайте комментировать, потому что для нас очень важно ваше мнение, очень важна обратная связь. Так что не просто смотрим, но участвуем. Никаких школьников на митинге не было. Вот это, конечно, было неожиданным результатом. Был ли это итог всех усилий по недопущению школьников на митинг или нет, но это слегка подпортило пропагандистские планы тех, кто выступал против вот этого мероприятия. Школьников пришлось спешно придумывать, потому что это был основной довод контрпропаганды на тему, что вы тут бросаете в пекло детей, а детей, значит, не нашлось на этом мероприятии. Пришлось бегать по окрестным улицам, закоулкам и всяким дворам, из-за гаражей вытаскивать курящих подростков и превращать их в протестантов. Ну, не так уж много было задержано этих детей. Десятка-полтора несчастных были утащены в полицейские участки. Собственно, никому из них ничего не было. Я думаю, что и работа с родителями будет проведена формально. Пропагандисты здесь утерлись в том смысле, что дети, в общем-то, и не собирались участвовать, и никто не собирался их вести. Несмотря на причитание всхлипы госпожи Скоробогатовой, которая обещала самым жестким образом расследовать все эти факты, в общем-то, я думаю, что здесь перспектива у нее нулевая. А вот студенты, наоборот, пришли на митинг массово. Возрастная группа 20+, и 25-23+, была абсолютно преобладающей на этом митинге. Плевать они хотели на все вот эти вот там заверения в скором отчислении и так далее, и так далее. Не думаю, что в основном коммерческие вузы Башкортостана решат лишиться основного источника своего существования и массово увольнять студентов, которые дисциплинированно платят им за обучение. Это во-первых. А во-вторых, студенты порадовали тем, что они действительно оказались разумными людьми, которые думают о своем будущем и пришли высказаться за то, что они хотят жить в свободной стране и хотят быть свободными людьми. Третьим и, пожалуй, главным выводом из произошедшего в субботу, наверное, является то, что митинг 23 января в минувшую субботу был самым массовым за последние, наверное, 15 лет в Уфе. Это было неожиданностью. Численность участников, конечно, оценить сложно ввиду вот такой необычной и сложной конфигурации расположения людей на улицах, переулках и в тех пространствах, которые они занимали. Но по разным оценкам эта численность варьируется от 7 до даже 10 тысяч человек. Мы существенно обошли по численности Казань, Челябинск и многие другие крупные города, в том числе города с большим населением, чем Уфа. Тут, конечно, надо констатировать, что Хабирову удалось обеспечить рекордную явку на митинг в Уфе 23 января. Безусловно, важно проанализировать и причины такого массового скопления народу, такой массовой явки. И здесь, как я уже говорил, есть два варианта. Либо в Башкирии очень любят Навального, либо в Башкирии общеполитическая, внутриполитическая обстановка так плоха, что люди вот так массово выходят на улицы. Я склоняюсь ко второму. Штаб Навального в Уфе, в общем-то, обычный штаб, даже я бы сказал, что слабее, чем в некоторых других городах. И потому относить к его заслугам вот эту массовость явки, конечно, категорически нельзя. Вероятнее всего, здесь стечение факторов. Это и ситуация с Баширтея с отоплением, и общая экономическая ситуация, вот этот спад, который в Башкирии особенно явный в последние два года, и соотношение с соседними территориями, я имею в виду Татарстан, и некоторые другие территории, сопредельные с Башкирией, все это вместе вкупе дало вот такое вот возмущение, недовольство тем, что происходит в нашей республике. Пятым пунктом, пожалуй, стоит проанализировать поведение силовиков. Здесь было много странного, непонятного. Очевидно, что полиция в Уфе готовилась к несколько меньшей численности участников, и получив вот ту численность, которую получила, полиция предпочла не участвовать в каких-то серьезных столкновениях, то ли потому, что не было достаточно для этого сил, то ли не было команды, то ли возобладал здравый смысл, но в целом, конечно, полиция вела себя вполне пристойно, в том смысле, что не было каких-то, во-первых, чрезвычайно жестоких задержаний, численность задержанных достаточно низкая для такого количества участников. Собственно, в конечном итоге доведенных до суда и административных материалов и вовсе единицы. Я отмечу, конечно, некоторую странность поведения полиции в отношении активистов движения «Республика». Ну, то есть, скажем так, они были наиболее заметными и явными по крайней мере, если не организаторами, то заводилами на этом мероприятии, а их-то обычно традиционные задерживают. Но, тем не менее, как-то немножко все пошло по-другому, об этом мы поговорим в конце вот этого анализа. То, что касается фактических организаторов мероприятий, я имею в виду штаб Навального, то тут как бы абсурдная ситуация. Штаб Навального, по сути, не участвовал в самом митинге по той причине, что все главные действующие лица штаба Навального были задержаны полицией еще до начала мероприятия накануне. И Чанышева, и Телен, и Комлева, и еще там кто-то были нейтрализованы полицией накануне. И именно по этой причине так просто и легко удалось перехватить инициативу участникам виртуального сообщества «Республика». Именно они от Конгресс-холла уже повели народ к Белому дому и вот со всеми лозунгами, выкриками, игрой в снежки и прочими-прочими вещами. Что же в итоге получилось в плане последствий? Я сейчас не анализирую последствия самого митинга, я анализирую последствия в отношении самих организаторов. Лилия Чанышева получила пять суток административного ареста, Телен трое суток, Нурдинов с опозданием на один день был задержан и получил семь суток административного ареста, Байбулатов, насколько я понимаю, административного преследования не подвергался. Непонятно, что случилось с Ольгой Комлевой, как-то информация так и не дошла до широких кругов общественности. Ее задерживали, удерживали до суда сутки в отделе полиции, но дальше как-то непонятно, то ли все-таки ей дали сутки, то ли нет, но информации нет. Урал Байбулатов вчера очень ярко присутствовал везде-везде и ездил в полицию и на суд к Руслану Нурдинову. Уже по завершении всех этих событий Урал Байбулатов сделал такое не очень внятное заявление о том, что движение Республика рассматривает возможность о заявлении митинга через две недели, но пока еще никаких уведомлений не подано, потому что как будто бы для этого надо какое-то провести собрание и так далее, и так далее. В общем, немножко невнятная информация. Тут же возникли вопросы, почему назначаются даты не синхронные с штабом Навального, а Навальный уже анонсирует следующее мероприятие. В общем, вопросы стали появляться, пока на них ответов особенно нет. Подводя общий итог субботних событий, помимо того, что, я уже много раз говорил, там какой-то феноменальной явки на это мероприятие людей, что свидетельствует о высочайшем уровне недовольства, происходящем в Республике, я бы еще и отметил то, что, наверное, пора бы Хабирову уже всерьез начинать делать выводы по поводу качества и кондиции своего внутриполитического блока. Многие обратили внимание на этот инцидент с Уралом Кельсинбаевым, который попал в кадр какого-то из телефонов, присутствуя на этом митинге. И все это просто-напросто нелепо. Вот то, что делается внутриполитическим блоком, Хабиров наконец-то должен прозреть и понять, что люди, которые занимаются у нас внутренней политикой, на самом деле ей заниматься не должны. Не потому, что они плохие, а потому, что они совершенно ни при чем. Это абсолютно не те люди. То, что там Мурзагулов привел Кельсинбаева и в какой-то там совершенно спокойной обстановке убедил Хабирова в том, что это подходящая кандидатура, все вот эти Бодрановы и Кельсинбаевы в такой жесткий, острый период оказались абсолютно профнепригодны. Сейчас нужно Хабирову собраться силами, собрать силу воли в кулак и принять решение о переформатировании внутриполитического блока, хотя бы потому, что они не смогли справиться вот с этой задачей сейчас, очевидным образом есть риск того, что они не справятся в будущем с этими задачами, а также в связи с тем, что они очень серьезно, существенным образом дискредитированы в глазах общественности Республики Башкортостан. Примечательное событие случилось в медийном пространстве всей Российской Федерации с участием людей из Башкирии. Я говорю о вопросе студента нефтяного института по фамилии Чемизов, который он задал Владимиру Путину во время виртуального общения в честь Дня студентов. Мальчик Чемизов набрался смелости, я беру все это в кавычки, и задал вопрос Путину аж про дворец Путина, про который рассказывал Навальный. Да, смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствие свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежала. Никогда. 90 миллионов человек на сегодняшний день посмотрели фильм Навального о дворце Путина, и вот, наконец, мы созрели до того, чтобы мальчик Чемизов задал вопрос президенту Российской Федерации. Отвечая на вопрос студента Чемизова, Путин почему-то сначала заговорил про брачные договоры. Не знаю, что за рефлексия. Вот я отметил про себя, что, в общем-то, его не спрашивали про брак, а он вдруг заговорил про брак. Но потом спохватился и заговорил об этом фильме, заявил о том, что фильм он, конечно же, не смотрел, но у нас никто никогда не в курсе, не смотрел и не участвовал. Однако видел какую-то там выжимку, которую ему предоставили подчиненные. Путин заявил, что все это компиляция, включая его заплыв в бассейне. Пытался шутить, что скучно девочке. Как настоящий юрист-демагог, Путин заявил, что не пойман не вор в том смысле, что покажите документы на собственность. Вот примерно так он сказал. Этих документов не существует, я не хозяин, ну и так далее, и так далее. Ну, в этот момент, конечно, смеялись все, кто оформлял хоть раз какую-нибудь крупную недвижимость. Все прекрасно знают, что в Российской Федерации подобные объекты вообще-то на физических лиц никогда не оформляются. Но, ладно, в конце очень примечательно Путин заговорил о своем будущем. Он, значит, упомянул, что из этого фильма он извлек то, что в нем упоминаются какие-то виноградники, и что это очень его интересует, и что, возможно, на пенсии он будет заниматься виноделием. Но оговорился, что не как бизнесмен, а как почему-то юрист. В общем, конечно, все это очень сильно напоминало какую-то неудачную оправдаловку. Но, несмотря на то, что, естественно, все это разошлось по всей стране, и там, и сейчас цитируется всеми государственными каналами, для нас это примечательно тем, что опять была пущена в ход любимая технология Хабирова-Бодранова в том смысле, что руками студентов мы тут задаем какие-то такие судьбоносные вопросы. Правда, раньше это были вопросы на пресс-конференции Хамитова, то вот теперь уже уровень подрос, и Борданов-Хабиров научились запускать студентов на пресс-конференцию аж к самому Путину. Не могу не упомянуть о чрезвычайной ситуации, которая произошла вчера вечером в Уфе. Случился большой пожар-авария на заводе Уфа-Арксинтез. Загорелись две емкости с нефтепродуктами. Погиб один человек, один пострадал. Ничего не известно об экологических последствиях для города, но люди, проживающие в той части города, которая прилегает к нефтяным заводам, вчера озабочено, герметизировали окна у себя в квартирах, ожидая, что какие-то последствия все-таки наступят. Пока этой информации недостаточно, будем ждать, будем анализировать, будем надеяться, что пронесет в этот раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова